Семертауский филиал Национальной палаты предпринимателей подсчитывает количество людей, оставшихся без дохода. Из-за карантинных мер многие предприятия малого и среднего бизнеса были вынуждены отправить своих сотрудников в отпуск без содержания. Ведем сбор информации по высвободившимся местам рабочим и по сотрудникам, отправленным на БС, то есть отпуск без содержания. Конкретных цифр сейчас я назвать не могу, но это по нашим данным, то есть это уже более тысячи человек официально, которые подали заявки на выплату социальной помощи. В основном это предприятия торговли, то есть все крупные дома, которые закрыли, соответственно, все были на БС. Также салоны красоты и, соответственно, промышленные предприятия, это строительно-монтажные в основном, которые были подрядчиками на Арселоре. Количество обращений в Тимиртауский филиал палаты предпринимателей растет ежедневно. В основном горожане задают вопросы по социальным выплатам в связи с потерей дохода, о работе торговых домов и магазинов, о въезде и выезде за пределы города. Однако многое до сих пор остается непонятным. В основном обращения такие, по разъяснению по соц. выплатам, то есть кому нужно, кому нельзя, доставка непродовольственных товаров, тоже очень интересный вопрос, потому что в постановлении 8 прописано запрет торговли непродовольственных товаров, а доставка не учтена. То есть учтена только для продовольственных, то есть кафе и рестораны имеют право работать по доставке, а стройматериалы или сантехника, они не могут, ну то есть запрета нет, и разрешения нет по доставке, то есть рекомендательного характера не носят, и запретов тоже не имеют. С момента введения в стране чрезвычайного положения при каждой палате предпринимателей создан специальный штаб, который оказывает консультативную помощь. По всем вопросам бизнесмены могут получить ответы по номеру 30 0972.